И у нас последний доклад. Мы слушаем Марсиса Юрьевича Гассунса «Голубые лотосы с санскритской лексикографии». Пожалуйста. Очень прошу соблюдать регламент. Марсис, вы здесь? Да, я тут. Меня слышно. Да, хорошо следим. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо за возможность выступить на Зогровских чтениях. «Голубые лотосы с санскритской лексикографии». В прошлом году Александр Михайлович Дубенский после своего доклада заговорил про лотосы. И я решил, что в этом году я посвящу свой доклад ему, потому что он занимался в частности именно тем, что пытался соотнести какие-то названия, в частности растительности, с какими-то биологическими видами. То есть он тогда сказал, что лотосы с синими не бывает, что лотос, голубой лотос – это неточное название и, безусловно, ошибка. И я хочу поговорить о таких ошибках, о таких вещах, которые существуют в словарях, на которых нету жизни. И вот эти ошибки кочуют из словаря, словарь. И на самом деле несколько докладов уже в этом году так или иначе касалось разных ошибок. Ошибок, в частности, слов, которые возникают неоткуда. Вот о таких словах я и предлагаю поговорить. С прошлого года было много, что сделано в рамках оцифровки. Я работаю над созданием вместе с Анатолием Артеменко, созданием параллельного корпуса. И мы занимаемся оцифровкой, и там неизбежно возникают какие-то ошибки. И в прошлом году я допустил некоторое косноязычие, не разграничив ошибки в бумажных книгах от ошибок в электронных файлах. И тем не менее ошибки бывают эти не менее забавными. Так у нас вместо мужей-храбрецов получились мужи-храбрецы. Попростите, если недостаточно четко это раз отделил. Корпус пополнился Рамайиной и всеми доступными в переводе книгами Махабхараты на русский язык. Помимо этого, в словаре Грассмана появились ссылки на Атхарваведу. Как и прежде, работает упрощенный поиск в режиме simple. Соответственно, можно ввести какую-то чепуху, а получить вполне санскритское слово. Помимо Грассмана, такие функции на сайте кёйнских словарей появились в словарях Маневильмса. И в петербургских словарях, помимо ригведы и Атхарваведы, ссылки идут на текст по Анинингу. И вот мы видим пример такой перелинковки корпуса, словаря. Ну и следующий шаг будет грамматика. То есть мы попытаемся в рамках Кернского университета объединить эти три сущности. Бывает так, что слово есть, а что оно означает, непонятно. В 1871 году был издан альбом Nonsense Botany, в котором было Polyberdias singularis, Botleforkia spunifolia, Tigerlilias terribilis и Armcheria comfortabilis. Значит, это было всего лишь 150 лет назад, к нашему времени эти растения утеряны. Значит, и мы ничего не знаем о их дальнейшей судьбе. Таких растений, о которых мы не знаем, достаточно много. В частности, непонятно, за каким оживляющим растением мчался хануман. И в 16-м году правительству Таркханда грозилось вложить 250 миллионов рупий, чтобы найти эту мифическую траву самдживани. То есть, получается, трава есть, точнее, имя есть, а есть ли трава, точнее, может быть, даже и трава есть, но мы не знаем, какая. Поэтому это не только интересно с точки зрения лексикографии, интерес шире. Это напомнило мне О'Генри, у которого есть настойка для воскрешения больных. В склянках была не только вода. То есть, оживляющие снодобья были всегда актуальны. Есть вполне реальные животные, и мы понимаем, всегда понимали якобы, что имеется в виду. В частности, Дельфинус гангетикус, которым пугает маленьких детей. Вот как мы пугаем волчком. Тут все достаточно прозрачно. А есть рогатая и макнатая, шарабха, то есть помесь лося, кабана и льва в Махабхарате с крыльями. То есть, легче не стало. В какой части какая помесь, не очевидно. Владимир Юрьевич указал, что в Аштангахрдайсамхите тоже встречается, в частности, в комментарии чакрапани – это мифическое животное. То есть, тут уже получается изначально и очень давно непонятно, что имеется в виду. Шарабха есть, а внятного комментария пока я еще не встречал. Татьяна Яковлевна в своем переводе от Харваведы переводит его как «дикий олень» и добавляет «вопросительный знак». А в лесной книге просто шарабха с восьми рогами. То есть, не поясняется, какой такой шарабха. И в примечаниях Татьяна Яковлевна дает отсылку на Майерхофера и на вполне правдоподобную темологию этого слова, которое восходит к шарангарог, то есть, нечто рогатое. То есть, этимология есть, а что оно означает, мы не понимаем. С гусями-лебедями история тоже достаточно запутанная. В одной книге Ромаин в пятой в примечаниях это одна птица, а в примечаниях к шестому тому это другая птица. Пойди разберись. Вот. Гусь это лебедь или кто-то еще. Ромаинтология, значит, моя страсть к ромаинтологии началась, когда мне было лет, наверное, 10. Я следил за птицами и, собственно, недавно я выпустил книгу по ромаинтологии, называют, я переиздал книгу «Начальная санскритская хрестоматия со словарем». На самом деле, это книга по ромаинтологии, потому что третья глава как раз хитоподеши посвящена войне птиц. И, соответственно, страсть к птицам, видимо, у меня была заложена изначально. Значит, ученики, скажем так, в Москве, которые изучают санскрит, они частенько сталкиваются с ущельником санскрита Веры Александровны Кочергиной. И там тоже есть несколько птиц. В частности, птица Чатака. В старых изданиях это было просто название птицы, теперь он стал воробьем. И что интересно, что пословица «Не сули журавля в небе, дай синицу в руки», она будет перекликаться с другим разделом моего доклада. То есть, на самом деле, иногда синицу путают с журавлем. То есть, маленькую или среднего размера птицу с птицей достаточно крупной. Вторая птица, которая встречается в учебнике Веры Александровны, это Чакравак. То есть, на самом деле, она указывает, что это красноватый гусь. И, собственно, ученик и спрашивает, как он, недостаточно красный или что с ним такое случилось с этим гусем. Ну, в других источниках, собственно, красная утка. И вот, ученики начинают этимологизировать и задают себе вопрос в стиле «Воробей – это бейвара? И Чакравака – это нечто круглое, что катится?» И получается смешно, но не очень понятно, что это за птица. И на самом деле, ну, конечно, в рамках учебника ответа на этот вопрос нет, но священная птица Огарь, по-моему, достаточно нарядна, ярко, и запоминающаяся, чтобы ее представить в виде картинки. То есть, чтобы эти слова что-то все-таки представляли, то есть, чтобы была какая-то картинка за ними. Итак, я приближаюсь к лотусам. Значит, есть три примера индийских нереалий, которые я хочу рассмотреть. Пушкара – голубой лотус, краунча – вид кроншнепа, и Эни – самка антилопы. Есть они или нет их? Итак, голубой лотус. На самом деле, никакой не лотус, а кувшинка с наркотическим эффектом. Значит, впервые в 1913 году я нашел, что составитель дополнения к петербургским словарям приводит классификацию разных лотусов, основываясь на словаре. Соответственно, на словаре Бертлинга и Рота. И у него списки значит, красных, белых и голубых лотусов. Это еще в 1913 году. К 1950 году это недоразумение благополучно разрешилось, но на самом деле об этом не все знают. И в 2002 году вышла статья, собственно, которая меня и привлекла, мой интерес. Вот почему я стал, мне интересно найти в словарях какие-то нестыковки, какие-то вещи, которые спустя 150-170 лет все-таки требуют какой-то поправки. И тут говорится, что с точки зрения ботаники нет никаких проблем. Но для поэтов нету разницы. Для них важно, в какое время суток расцветает, раскрывается лотос, им все равно, какой вид имеется в виду. Другая часть вопроса это мифология, связанная с листьями лотоса, этого вопроса я не касаюсь. Итак, кувшинка голубая. Путают не только кувшинку и лотос, путают, как заметил Александр Михайлович, и банян, и ашватху. Путают не только у нас, путают в Индии, в том числе в текстах. То есть это фикусовые, но разные. Соответственно, путаем не только мы. Есть надежный справочник на немецком, о котором мне рассказал Эдгар Зиквидович. Значит, справочник это диссертация 90-го года. Здесь уже голубых лотосов нету. В нашем бестиарии следующая клетка это серый журавль. Достаточно величественное и крупное животное. Но каким-то странным образом в словарях и я не знаю, кто начал и кто был первым, но уже у Бетлинга указано, что краунча это якобы брахфогель, то есть краншнеп. И то ли следуя этому словарю, нашему, скажем так, основному санскритскому, санскритско-немецкому словарю, то ли, я не знаю, почему, Гринцер берет краунча в толкование именно краншнепа. Краншнепа, хотя в академическом переводе романа на английский язык в издании Голдмана совершенно однозначно говорится о Eastern Common Crane, то есть о журавлях. Я решил спросить индийских пандитов, может быть, есть какой-нибудь словарь, справочник, о котором я не знаю. И они посоветовали мне составленные в 1975 году Zoological Sanskrit English Dictionary, в котором я нашел, что краунча оказывается это все тот же Curly и Osprey, против которых собственно я и выступаю, потому что я с этой точки зрения не согласен. То есть получается в Индии часто при переиздании словарей, в частности и пунтский энциклопедический словарь, для его составления не привлекается вторичная литература. То есть то, что сказано в каком-то словаре, например, в Монне Вильямсе 1999 года, оно не оспаривается, оно не пересматривается, оно берется как есть. То есть нет учета вторичной литературы. При составлении самого крупного санскритского словаря в мире в Пуни нет учета вторичной литературы. То есть все эти ошибки кочуют вот в таком виде, как они появились у Бетлинга изначально, а потом у Монне перекочевали. Так они и продолжают путешествовать. Что сказано в самой ромайане об этих птицах кранча, чтобы понять, может быть, все-таки это не журавли, сказано о них следующее. Они образуют неразлучную пару, пара сладкоголосых птиц, резящихся в лесу с темно-красной головкой. Я перечитал описание всех кранчнепов, которые я смог найти, и под это описание не подходит ни один, потому что кранчня птица маленькая, а журавь это одна из самых крупных птиц вообще нам известных. И тогда я обратился к справочнику Birds in Sanskrit Literature, и там говорится, что это однозначно совершенно ошибочно, что никакой это не кранчне и because, и что якобы источником этой ошибки служит Vedic Index of Names and Subjects 1912 года. Хотя на самом деле за 60 лет до этого эта ошибка уже нам известна. Есть разные способы верифицировать наше предположение о том, что это именно Журен, а в частности обратиться к Амаракоши и есть изумительное немецкое издание Амаракоши в обработке немецкого винного Гопейера и там тоже не стоит слово vielleicht, все достаточно прозрачно. Итак, третье животное, о котором я хочу поговорить, значит, это антилоп. когда я в детстве смотрел мультфильм «Золотая антилопа», у меня сложилось впечатление, что антилопа это нечто достаточно крупное, возможно, рогатое, но, в общем, в любом случае не карманное. опережая события, скажу, то есть я себе так представлял антилопу. Да, но почему я задался этим вопросом? Когда я издал перевод МНО в санскрите, то на 33-й странице там приводится собственно «Эни» самка антилопы, и мне стало интересно, что же такое можно сделать из самки антилопы? На какое изделие хватит из нее материалов? И я стал искать, и вот, что я нашел. Макдональд «Газель», Бертлинг достаточно точно, в отличие от прошлого раза, когда он ошибся с краунчей, говорит «Антилопен арт шварц он мит курсен байном», то есть черная разновидность антилопы с короткими ногами, мы не верим добавляет глаза как блюдца. На самом деле достаточно метко. Встречается эта антилопа еще в адхарвавиде, и Татьяна Яковлевна переводит ее как «Дикая антилопа». с чем пожалуй я не согласен, потому что я склоняюсь к тому, что это животное гораздо более скромных размеров, размеров чихуахуа, нежели антилопы. И что имеется в виду животное, которое называется пятнистый олененок. пятнистый олененок, канчиль или мемин, то есть с антилопой женского рода МНО и Ваннотена я, пожалуй, не согласен. Еще я забыл сказать, что когда я получил статью Ваннотена «A botanical approach to linguistic reconstruction», я, собственно, и задумался о том, как же интересно, что помимо двухтомника Гампшелидзе Иванова можно рассматривать, можно восстанавливать смыслы слов, значение слов, опираясь на какие-то ареалы распространения тех или иных, например, деревьев, как это делает Ваннотен в работе 60-го года. И получается, что здесь немножко разные животные. И, конечно, можно сказать, что это тоже антилопы, но тогда карманная. То есть, я не согласен с тем, что это просто антилопа. То есть, мы достаточно, я плохо представляю себе флору и фауну Древней Индии. И моя попытка это не найти ошибки, а понять, кто когда-либо высказывался по этому поводу, чтобы представить себе, что это на самом деле за животное. соответственно, шкуры разные для разных людей. То есть, шкуры для все разновидности антилоп не годятся для того, чтобы изготовить шкуру. И это напоминает нам классификацию Рудракш по Олегу Николаевичу Ирченкову, когда черная размером с горошину считается худшей, а белая крупная, она лучшая. То есть, получается, разные изделия для разных сословий. И так, видимо, и с шкурами. Слева мы видим шкуру более крупного, более крупной антилопы, а справа нашего пятнистого олененка. Собакам повезло больше, им посвящена отдельная книга. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, замечания, реплики, пожелания. Да, я подтвердить хочу, когда отделяли серого журавля от куликов, вообще, это общее семейство сообщества болотных маленьких птиц, куликов, они крошечные на длинных ногах и с длинным возрастом. У них максимальный вес, например, у Бикаса, ну, где-то было 200 град. В основном спортивная стрельба, это очень трудно в них попасть, особенно на тяги, когда они идут. То правильно, да, кулик это маленький крюк, а журавль, извините, он может быть в разных продажах. Все, ладно. Спасибо. Еще вопросы? В зуме есть у кого-нибудь вопросы? Пожалуйста, да. Да. Эдгар Лейтон, Вена, Дрезден. У меня скорее небольшое замечание. Я думаю, ну, все эти нюансы на самом деле очень интересные. Я прямо сейчас с удовольствием прослушал. Ну, я думаю, может быть, не всегда есть смысл или да, не всегда можно ожидать вот точную возможность точной атрибуции, будь то ботанической или зоологической вот тех или иных животных, поскольку, понятное дело, что я думаю, что в быту как среди поэтов, так и среди обычных людей часто бывает путаница или смешение разных видов или даже родов чем-то похожим, чем-то похожих между собой, как я думаю, что вот и называние там, допустим, ну, понятное дело, что Нелюмбо это лотос, ну, вот, и что синий лотос это вот из того же рода, ну, такого бытового просто кузуса, да, поэтому, с одной стороны, это, конечно, очень-очень здорово, вот, попытки действительно все-таки докопаться, что имелось в виду, а с другой стороны, я думаю, так слегка сомневаюсь, можно ли это всегда и стоит ли это всегда, делать, но я имею в виду, вот, например, при наших, скажем так, рабочих переводах каких-то текстов или комментариях, я думаю, иногда это просто вот нерешаемый до конца вопрос, хотя вот насчет Крауншнепа и Краунча это, наверное, важно, да, поскольку мы об этом как раз с Мартисом Юрьевичем говорили. Я не уверен, что мы можем докопаться всегда, но я не готов сдать попытки, то есть, я считаю, что нужно собрать то, что уже известно о тех словарных статьях того же Бертлинга и давать их в виде каких-то врезок, возможно, то есть, мое намерение исключительно лексикографическое, то есть, попытаться не то, чтобы обновить словари, а хотя бы добавить некоторую сноску, что, возможно, тут есть и другое толкование. Спасибо, Мартис, это действительно совершенно отдельная задача, и я согласна, что к переводам она имеет косвенное все-таки отношение. Еще вопросы? Был вопрос еще? Есть еще вопросы? Мне есть просьба. Просьба, я не успела совершенно записать последнюю статью, например, про собак, где-то еще была статья про волосы. Сеть проблем в жизни, это проблема наименьшая. Слушаю ваш вопрос. Ну, нет, это не вопрос, а просьба просто прислать название этой статьи, где название собачек обсуждается. Это монография, это небольшая монография. Статья несколько десятков страниц. Просто. По-моему, она даже висит где-то в интернете. Можно найти эту книгу. Более going to the dogs. Между прочим, статья о собаках есть у нас с Ярославом Владимировичем в одном из бестиарий. В одном из выпусков бестиарий. Вопросы? Леонид Куликов, мне кажется, хочет задать вопрос. У меня собственно одно совсем короткое замечание. Мимоходом было сказано, что мы путаем иногда ощватку и баньян. Ну, уж если стремиться быть максимально точным биологически или зоологически или ботанически, то, строго говоря, баньян это не вид растения, это форма произрастания, которая связана с определенным, ну, как мы все знаем, спусканием корней света. Действительно, в такой форме произрастает чаще всего фикус, бенгальский фикус, фикус бенгаленсис, который не вполне точно называют часто баньяном. Я как раз недавно своим студентам рассказывал в связи с чтением Адхароведы и заговора против Гондаров и Абсар про вот эти растения в особенности. Но, вообще говоря, баньян это не вид растения. Но это цитата Александра Михайлович имеет право баньян назвать баньяном. Это разговорное название, так сказать, бытовое, часто говорят баньян-три, баньяновое дерево. Бытовое, получается, есть какой-то бытовой уровень, где что-то допускается. Получается, я говорю о лексикографии и здесь хотелось бы хотя бы отметить, что есть сомнения по этому поводу. Понятно. Нет, и даже Монер Вильямс в своем словаре обычно дает латинские названия. Отдельный вопрос, насколько точна атрибуция, которую он предлагает. Но, в принципе, это, в общем-то... Ну, собственно, перелинковка Монер Вильямса и его ботанических атрибуций это задача, этого года. Ну, конечно. Попытаться... У меня тоже есть замечания. Растения с, скажем так, с какой-то базой данных растений, да. Естественно. Иногда это требует какой-то даже, в общем, достаточно серьезной логической работы. Поскольку речь шла об антилопах, я вот просто в качестве примера хотел упомянуть. мы традиционно есть такая редкая форма пищи, которая встречается один раз в Атхарведе, один раз в Ригведе, которую традиционно переводят как антилопа. Еще одна антилопа, скорее всего, пятнистая. Просто-напросто след за сайной, которая ее толкует в комментарии как руру. Это, безусловно, пятнистая антилопа. Побольше, чем вот та, о которой вы говорили. Но на самом деле, по-видимому, как выясняется по контекстам и после тщательного изучения этих двух пассажей, это вовсе даже не антилопа, а что-то вроде либо гепарда, либо леопарда. Тут на самом деле просто произошла ошибка очень ранняя. И это, кстати, отмечали многие переводчики этих, в частности, Ригведы, вот этого пассажа, что с этим пища много неясностей. Но традиционно ее переводят как антилопа. Как видите, тут, в общем, даже не то, чтобы разные разновидности, а совершенно другой зверь, скорее всего, упоминается. А так, вообще, конечно, задача... Моя мечта заключается в том, что мы соберем каталог таких вот замечаний и внедрим их в кёйнские словари хотя бы как сноску. Это вполне решаемая задача, если мы каждый по себе не будем пытаться решать ее отдельно. Я призываю вас присылать ваши замечания, потому что я прошелся по верхам по совершенно случайным каким-то моментам, которые просто мне запали в душу. Я прошу прощения, у нас заседание как бы уже закончилось. Вы можете продолжать... Полу десятому назад. Да. Вы можете продолжать полемику, но мы официально, наверное, должны завершить первую часть заседания и встретимся мы в 15.30 в том же помещении. Благодарю всех участников. До встречи. До встречи. Мартис Юрьевич, да, у меня... Какое у меня соображение? Ну, мне кажется, что не все, что вы перечислили, он ушел, да? Ну ладно. Куда ушел? Кто ушел? Нет, не ушел. Куда ты передвинулась? Окошко просто. Да, хорошо. Мне кажется, что, ну, не все, что вы перечислили, можно называть ошибкой. Тот же голубой лотос это просто бытовое употребление. Так же, как, например, существует, да, панда, которые так и называются пандами, и большая панда, и малая панда, да, которые вообще совершенно разные животные. Да, одно... относятся к медвежьям, а другое к пандовым, собственно. И настоящая панда это не большая панда, а красная панда, малая, которую представляем мы себе, когда слышим слово панда, как раз большую обычно. Вот. То есть, ну, обычные названия сформировались раньше современной номенклатуры, и это вопрос совершенно не к словарям, не к ошибкам слова употребления, это вопрос к биологической номенклатуре современной и более старой, да, это, ну, такой пример, да? Номенклатуру мы не исправить, ни старую, ни новую, а вот соотнести в рамках словаря ее вполне задача решаем. Вот. То есть, речь о различии биологической номенклатуры и какого-то традиционного слова употребления. Вот. Но это не стоит назвать ошибкой, так же, как и, ну, вчерашняя моя история по пандаринам. Я говорю, что просто голубых лотосов нету. Голубых лотосов нету, это не ошибка, их просто не существует, в смысле. Ошибка это или нет, это другой вопрос уже. В биологическом смысле не существует, а в бытовом смысле это вполне уже сложившееся слово употребление. В бытовом смысле всякая чепука существует, на заборе тоже написано и тоже существует. Это разные уровни. Я о том, что меня интересует соотношение. Это так же, как есть шастрия, значит, и лаукика про йога, так сказать. Ну, хорошо, давайте панду большую называть как-нибудь по-другому. Это не станет. Да, рыба и живот. В лесу жили рыбы, птицы и животные. Ну, или там в какой-то стране и животные. Это же тоже, ну, мы как бы говорим, что это вот с биологической точки зрения неправильно, конечно, но вот так говорят. Это вот узус, лаукика узус. Вот. Ну, то есть можно, конечно, панду перестать называть пандой и называть ее бамбуковым медведем только исключительно. Да, и это будет с биологической точки зрения лучше, но мы так просто узус не изменим. И мы все себе представляем панду именно вот как вот эту черно-белую зверюшку, да, символ Китая, в общем-то. Вот. Ну, хорошо, что панд в санскритской литературе я не припомню, поэтому... панду... Ну, там, я думаю, много такого, панда это просто самый известный такой случай, да? Я понимаю, да, но... Панди-то есть, точнее. Панди-то образовывается от него. Вот. И, ну, что касается, например, мандаринов, то, что я рассказывала, опять же, я не могу сказать, что там в словарях и в исследованиях 19 века трактовка санкры как «a kind of orange» это ошибка. Это не совсем, ну, скажем так... «A kind of orange» я бы намек, что это не именно «orange», это «a kind of». А здесь иногда «a kind of» опускается и просто говорится «orange». Ну, да, верно. Это некоторая неточность. Дело в том, что тогда тогда в номенклатуре ботанической цитрус ретикулата просто не существовал. Это понятно. Нет, это понятно, что у нас проблема разрыв в номенклатуре, я понимаю, но мы сейчас... Они не могли даже ничем это назвать. Ну, да. Да, они не могли это назвать, но мы сейчас связываемся с словарями, которые не обновятся в ближайшие 200 лет. Никто не составит словарь больше бетлинговского. Никогда. И, соответственно, он будет всегда. И, соответственно, нет необходимости мириться с этим обстоятельством, что вот он... Ну, может быть, лет через 100 закончено, наконец. Никогда. Никогда. Чтобы в поле закончили словарь, уйдет 2800 лет. Не при нашей жизни и даже не при жизни моих внуков. Кстати, вопрос о создании современной биологической в широком смысле номенклатуры на санскрите, он довольно интересен. Он, конечно, как сказать, выходит за рамки конкретного обсуждения. Ну, вот как отличить один вид от другого и вообще, так сказать, если санскрит, там, дай вивак, вот и его, так сказать, про йогтум адуни кель-дре в современном мире, то надо думать и об этом. Ну, и еще есть такой момент, что, может быть, не всегда имеет смысл, да, связывать там какую-нибудь Макару с реальным гангским дельфином или, ну, это я для примера да, вот, потому что, например, мне как-то раз информант, информантка выдала в качестве обозначения самки-попугая, ну, то есть попугай-то-то, а самка-попугая-майна внезапно, то есть это индийский скворец, да, вот, довольно часто такая птичка в Индии ее, вот, откуда это взялось, почему? Это, конечно, ну, это не самка-попугая, это, это, литературно-фольклорный мотив о любви то-то и майны, вот, попугаи и вот этой вот, значит, майны, не очень понятно, сколько есть смысла вообще это как-то соотносить с реальными птицами. Я, кстати, хотел бы к тому, что сказал Эдгар, совершенно с ним согласен, потому что очень часто за тем термином, который мы встречаем в тексте, скорее всего в любом случае не стоит точного биологического вида, вот, есть известный, скажем, заговор в Атхар-Уведе с растением трайкокуда, которая, про которое известно, что оно произрастает вроде бы на каких-то там пиках три, ну, это от трикокуд, от какой-то трехпиковой вершины где-то в Гималайку, и дальше начинается атрибуция, основана на тем, что может расти на склонах вот этих северо-западных Гималаев и по ее лечебным свойствам, и там упоминается трава куштка, которая чуть лучше нам известна, и еще несколько с полдюжины кандидатов, но очень возможно, что автор вообще не имел в виду никакого конкретного растения, говоря об этом трайкокуда, это был некоторый собирательный образ, возможно, в какой-то момент использовалась одна трава в какой-то другая, а в некоторый момент для изготовления этой мази целебной вообще бралась смесь из нескольких трав, и в общем тут мы не можем продвинуться дальше, чем на самом деле все-таки они были непрофессиональными ботаниками с линеевской картиной в голове, естественно, не нужно пройти в голове. Существенный недостаток отсутствия картины, просто мне-то хочется картинку представить, хотя бы какую-то, это птичка маленькая или это лось, хотя бы с таких измерений. Ну, да, вот с точки зрения картинки лотосами называется то, что цветет днем, а лилиями то, что цветет ночью. Да, и Линей тут ни при чем, он тут не ночевал. Ну, с точки зрения поэтики санскритской именно это важно. Важен не вид, а функция или какие-то определенные манифестации данного. Ну, да, причем функция именно в поэтике, в рамках поэтического канала. происходить действительно несколько видов в реальности, так что вот дальше уже Ну, собственно, о чем я говорила в моей статье 13-го года, что поэты подгоняют по функциям эти самые растения, им все равно, что за ним стоит. В общем, да, часто ничего и не стоит. Такие-такие гармопатра, оно используется, как мне профессор Суэндер Мохан сказал, «Мегадута», на котором, на белом листике, на котором любовники вот царапывают свои тайные любовные послания. Как мило. Хочется сказать, говоря о растениях, растениях-фантомах, была неупомянута, по-моему, сома и ее атрибуция, растениях-фантомах. Намеренно. Которая вызывает огромное количество гипотез, что это такое. А растения очень важные. От эсседры до мухоморов и канабиса. Вышла книга Мэттью Кларка недавно, пару лет назад. Это британский коллега, как иногда преподает в Суасе. Кстати говоря, его одним из доктора Фада был Пятигорский. Я его хорошо знаю. Смотрите, вышла недавно книга, где он антропологический, он вообще индолог, но он там как-то сравнивает с чем-то мезоамериканским, с Пиотлем и всеми прочими вещами. И он доказывает, что он уверен, что он произвел атрибуцию, что говорит, что это смесь двух или трех компонентов, книжка, она есть, и у меня до сих пор не купил. Моя все-таки рабочая гипотеза, что это все-таки Эфедра, но вымершая. Один из вымерших ее подвидов. Да, но они же сейчас, в 70-е кажется, годы, когда Сталь организовал огнечай, но они же там тоже Сому довели. Я, правда, не читал, что они там под Сомой подразумевали. Эфедру, Эфедру. Эфедру, да? Это, наверное, последний был шраутер-ритуал, наверное, если еще спонсоров богатых не найдется. Мы уверены, что он пишет Эфедру, потому что вообще в визитских обрядах давят отнюдь не Эфедру. Эфедры нет, и вообще использование растения зависит от того, в каких географических условиях обряд проводится. Что под рукой есть, то и дадут. Они могли, перемещаясь из одного места в другое, конечно, и менять растения. Это, в общем-то, предлагалось давно, что когда они ушли из тех мест, где была Эфедра, они ее заменили чем-то. Тут, как говорится, ничего не поделаешь. Так и сейчас, да. Естественно, конечно. Про Сому, если кого-то интересует, но это чисто такая текстологическая работа, Томас Оберлист, это второй том. Второй том, такой более, гораздо более тонкий том, первый он раза в три толще, это называется Религия Регведы, вторая часть Композиционный анализ гимнов, посвященных Соме в Регведе. Вот. Ну, там в основном, ну, там огромное количество информации, как в немецких, так сказать, трудах положено очень много сносок, больше половины страниц занимающих. Да, очень, ну, если кто вот по-немецки понимает, то очень советую, если кто-то Сомой интересуется. Что вы, Леонид, думаете по поводу, ну, вы же наверняка знаете. Нет, ну, что скрывается за Сомой, это вопрос, конечно, не на пять минут, а так, можно, конечно, пробовать разные галлюциногены и смотреть, что ближе подходит под описание. Можно ли будет Регледу что-то потом снова сучение? Ну, я думаю, что мы все равно останемся, в общем, при своих, что это скорее всего действительно несколько в разные периоды было кандидатов. Про Мухамора там, кажется, тоже кто-то. Про Мухамор, да, это Твоссоновская теория знаменитая, конечно, может быть, в какой-то момент они, по крайней мере, использовали, в общем-то, что по действию, они прекрасно подходят под это описание. Когда вот это вот знаменитое, то, что всегда цитируют, когда принимающий этот галлюциноген, человек чувствует себя вырастающим в гиганта, вот это вот, то, что все цитируют, а дальше уже начинается проверка, значит, как действуют известные нам эти галлюциногены, подходит это под сомой или нет. А много ли получается в Атхаровиде растений, о которых мы вообще на самом деле ничего не знаем? То есть, это десятки, это единицы, это сотни? Врачи, медицинские растения, как раз, когда я удалось от Атхаровида, таких полно. Про какие-то есть некоторые атрибуции, но даже я как раз часто затрудняюсь ответить на вопрос, почему именно так решил, допустим, Монер Вильямс, когда он дает точное латинское название, какой-нибудь там Аратахи, который используется для того, чтобы прогнать и Гандаров и Абсар. Оно прогоняет вроде бы запахом, потому что Гандаровы, они, ну, это вторичная этимологизация, очевидно, Ганха, они вонючие, значит, нужно прогонять их запахом. Ну, кто из растений пахнет, во-первых, здесь, естественно, тоже огромный выбор, а главное, почему именно вот вот та травка, а не эта, не знаю, это все, скорее всего, основано на все-таки каких-то зачастую поздних комментариях и сказать, что на самом деле скрывается за тем или иным растением, очень трудно. Может быть, следует говорить, что изначально скрывалось, потому что, наверное, мне кажется, что уже живут в традиции своей собственной жизни, и, так сказать, создают свою реальность. Конечно. Таких полно трав. Или вот там Гондар выкопал для Варуны травку, чтобы его потенцию вернуть. Что это была за трава? И, опять-таки, есть какое-то название, одно предлагается, но дальше мы можем уже, так сказать, смотреть. Там сам Гиты, вот, Пайпалада отличается, или, в общем, от Харваведа это примерно там все одинаково. Ну, как, на треть примерно расходится реценции. Ну, да-да-да, нет, я имею в виду по содержанию, вот, допустим, на Туалиен Кунде. Есть полностью непересекающиеся гимны, есть предстоятельные, вот, есть частично параллельные версии, нет, там очень много всего. Тем более, сейчас мы, в общем, уже хорошо понимаем, пайпалада в целом аутентичнее, она, видимо, ближе к некоторому гипотетическому прототипу, поэтому сейчас ясно, конечно, что еще на Кию переводить без пайпалады, если есть параллельный текст, нельзя абсолютно. Она дает очень часто, иногда по мелочи, а иногда в серьезных вещах дает какие-то подсказки, которых мы раньше не имели, пока у нас не появилась вот, гораздо более надежная версия пайпалады. Хорошо бы вот в Урисе же, насколько я знаю, там какие-то, ну, по крайней мере, остатки живой традиции от Харлави. Да, она есть даже, в общем, вполне себе живая, да, в нескольких там деревнях, то, что вот нашел Батачарья. Да, ну, я не знаю, наверное, кто-то его еще знает, Садан Андадас, это в свое время занимался, преподаватель. Ну, там, Урисе, он в Лейпциге, да, преподаватель. Первым был Батачарья, а потом уже началось уже туда, уже началось паломничество, когда особенно Батачарья долго сидел на своей крупписях, ничего не издавал, и уже Витцелл стал посылать своих постдоков и аспирантов тогда, и, ну, сейчас это все уже, так сказать, близится скорее, ну, не близится к завершению, но уже перевал пройден, уже больше половины очень вполне надежные, достойные издания. Это именно Пойпалада там? Это именно Пойпалада, конечно, да, да.